Друзья, всем привет! Наверное, многие из вас смотрели мой ролик о катастрофе самолета Ту-95РЦ в Атлантике. В процессе подготовки к ролику я ознакомился с историей подразделения, к которому принадлежал самолет и его экипаж. Этот авиационный полк буквально преследовал злой рок с самого начала его создания. Как и почему это происходило, вы узнаете досмотрев этот фильм до конца. Сегодня мой рассказ о катастрофах и авариях 392 отдельного дальнего разведывательно-авиационного полка морской авиации Северного флота, который базировался на аэродроме Дремучий, поселок Кипелово Вологодской области и имел в своем составе три эскадрильи самолетов Ту-95РЦ разведчиков целеуказания. Напомню статистику по самолетам Ту-95. Всего построено самолетов Ту-95 и Ту-142 274 машины. Из них Ту-142 100 машин. Потеряно в катастрофах 28 самолетов. Погибло 194 человека личного состава. Ту-95 РЦ построено 53 машины, 7 из которых было потеряно в катастрофах и погибло 69 членов экипажей. Как видим 13,2 процента довольно большой показатель катастроф. Львиная доля потерь в авиакатастрофах произошла по причине отказа в двигателе. Гарнизон, где базировался 392 разведывательный полк имел название Кипелово. Впоследствии назывался Федотова в честь первого командира 392 отдельного дальнего разведывательно-авиационного полка Александра Федотова, который погиб в авиационной катастрофе в составе всего командования полка. Это случилось 23 января 1966 года. При перелете на военный совет ВВС Северного флота, при заходе на посадку ночью в сложных метеоусловиях на аэродроме Лахта Архангельской области, потерпел катастрофу транспортный самолет Ан-8. На его борту находился руководящий состав полка и других частей гарнизона Кипелово. В катастрофе погибли 25 человек, из них 16 командования полка. Причина катастрофы – обледенение и потеря управляемости. Случившиеся переживали тяжело в гарнизоне. Всего лишь полгода прошло после перебазирования на новый аэродром, а в гарнизоне уже появился первый памятник погибшим в авиационной катастрофе. Далее, в июне 1968 года экипаж майора Бондорина с инструктором на борту выполнял полет на дозаправку топливом в воздухе в ночное время. Взлетали с аэродрома Энгельс. При перекачке топлива произошло сближение с самолетом танкером. Дальнейшие маневры привели к обрыву шланга, в результате конус сорвался со штанги и повредил винты третьего двигателя. Винты двигателя разрушились, повредив обшивку фюзеляжа и часть крыла. Двигатель вышел из строя. Экипаж благополучно возвратился на свой аэродром взлета в Энгельс и произвел посадку на трех двигателях. В августе 1970 года с аэродрома Кипелово на маршрут взлетела пара самолетов Ту-95 РЦ. Ведущим был экипаж Хадарцева на самолете с бортовым номером 32. В районе населенного пункта Вожига при наборе высоты на самолете ведущего произошло разрушение редуктора, отделение падения на землю винтов первого двигателя вместе с редуктором. Получил повреждение второй двигатель. Полетное задание было прекращено. Экипажи развернулись на свой аэродром. Ведомый слил топливо и сел первым. Экипажу Хадарцева пришлось вырабатывать топливо. Высочайшая выдержка и мастерство помогли экипажу произвести посадку на своем аэродроме. Начальник штаба авиации Северного флота, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Василий Минаков, человек, прошедший войну и знающий цену мужества, сравнил тогда действия экипажа Хадарцева с подвигом, равным боевому. Майор Хадарцев был удостоен ордена боевого красного знамени, штурма экипажа кузнецов и бортинженер Мясников, орденами Красной Звезды, правый летчик Корнилов и штурман-оператор Позин награждены медалью за боевые заслуги. Роковым для полка стал 1971 год. Предпосылки к летным происшествиям, происшествия на грани катастроф и катастрофы следовали одна за другой. 15 января 1971 года в авиационной катастрофе погиб экипаж командира авиационной эскадрильи подполковника Растяпина. Катастрофа произошла в Баренцевом море при выполнении полета на целеуказание подводной лодки. Экипаж Хаярова в этом полете был ведущим, экипаж Растяпина ведомым. Пара в заданное время прибыла в район целеуказания, заняла эшелоны 9 тысяч 9 тысяч 300 метров и приступила к работе. Через 4 часа 22 минуты полета, преследование на береговую черту в 50 километрах от острова Кельдин, ведомый сообщил по внешней связи о возникновении пожара на первом двигателе и далее, что пожар ликвидирован, винты зафлюгированы. Но через 7 минут после возникновения пожара самолет резко развернулся влево и перешел на снижение. Командир экипажа доложил, что самолет падает. В режиме снижения с вертикальной скоростью 8-10 метров в секунду самолет столкнулся с водой и затонул. Покинуть самолет никто не смог. В составе экипажа погибли. Командир 1-й эскадрильи подполковник Растяпин Алексей Григорьевич. Помощник командира экипажа капитан Гьячко Петр Акимович. Штурман 1-й эскадрильи майор Бабкин Иван Игнатьевич. Второй штурман старший лейтенант Ямалуддинов Равхат Мухамеджанович. Штурман-оператор лейтенант Осипов Алексей Алексеевич. Старший борттехник капитан Михайлов Евгений Николаевич. Начальник связи 1-й эскадрильи капитан Кириченко Леонид Иванович. Оператор РТР капитан Шаталов Геннадий Андреевич. Оператор РТР лейтенант Федоров Петр Терентьевич. Старший бортовой оператор старшина Пинчук Владимир Остапович. Оператор старшина Пилюгин Николай Иванович. Коу начальник ВОТП 1-й эскадрильи капитан Пищугин Владислав Александрович. Погиб экипаж одного из самых опытных летчиков полку, которого в летной среде называли дедом. По воспоминаниям сослуживцев он говорил «Я стар и опытен, я никогда не погибну». Но, по-видимому, в воздухе сложилась ситуация, когда опыт уже не имел никакого значения. А покидание самолета Ту-95РЦ из-за ряда конструктивных причин было довольно сложным и, скорее всего, невозможным, особенно в быстротечной ситуации. О несовершенстве с системой аварийного покидания самолета в летной среде говорить было как-то не принято. Точная причина катастрофы тогда не была установлена. Большая глубина в месте падения самолета не позволила поднять самолетное средство объективного контроля. Наиболее вероятной причиной катастрофы явился обрыв лопасти первой силовой установки с последующим повреждением и пожаром второй, в результате которого полет самолета и его пилотирование стали невозможными. В мае 1971 года экипажи капитанов Балюкова и Новикова выполняли полет на целеуказании. После целеуказания отрабатывалась стрельба по воздушным целям, при этом ведущие с ведомым менялись местами в боевом порядке. При перестроении, когда самолет Новикова был внизу и выходил вперед и произошло столкновение. На самолете Балюкова сразу был выведен из строя второй двигатель, его винты прошлись по килю самолета Новикова. Осколки попали в винты первого двигателя, в результате чего возникла тряска и его пришлось выключить. К счастью, воздушные винты обоих двигателей нормально зафлюгировались. Экипаж вынужден был продолжить полет, производить заход на посадку и посадку с двумя остановленными с одной стороны двигателями. На самолете Новикова поврежденными оказались законцовка киля и около метра верхней части руля поворота. С правой стороны руль высоты фактически был вырван от края стабилизатора вплоть до триммера руля высоты. Но экипажу Новикова тоже повезло. Несмотря на столь серьезное повреждение хвостового оперения самолета, он не потерял управляемость. Оба экипажа благополучно сели на ближайший аэродром Североморск-1. Оба самолета впоследствии были восстановлены и продолжали летать. Февраль 1971 года. Экипаж командира отряда Голованова осуществил по погоде посадку на запасном аэродроме Энгельс. Во время перелета Федотова в районе города Кирова на самолете произошло самопроизвольное выключение сразу трех двигателей. Благодаря мужеству и сильным волевым качествам командира, грамотной работе бортинженера, выдержке экипажа, с нескольких попыток удалось запустить один двигатель. Полет, заход на посадку и посадка на свой аэродром были благополучно осуществлены на двух работающих в втором и четвертом двигателях. Самолет и экипаж не пострадали. Этот случай еще больше накалил психологическую обстановку в полку и гарнизоне. Выводы командования по нему были жесткими, но, как иногда бывало поспешными и не до конца объективными, обвинили во всем экипаж. Теперь по прошествии времени можно уверенно говорить, что экипаж Голованова и лично сам командир спасли самолет и избежали трагических последствий. Они достойны уважения. 2 сентября 1971 года в 19.30 с аэродрома Кипелова взлетели экипажи полковника Гладкова, командира полка, и майора Флегонтова. Выполняли задание на взаимодействие с подводной лодкой К-411. По прибытии экипажей в заданный район связь с подводной лодкой была установлена, а информация, полученная с нее, передана на КП флота. Задание было выполнено, и пара получила команду с КП возвращаться на аэродром базирования. 3 сентября в 0.30 самолеты были уже в районе аэродрома. Руководителем полетов был подполковник Миленный, заместитель командира полка полетной подготовки. Для обеспечения посадки с малым весом с целью скорейшей выработки топлива он дал команду экипажем, вырабатывая топливо в районе аэродрома. В процессе выработки топлива до посадочного веса видимость стала резко ухудшаться, аэродром закрыла туманом. Руководитель полетов принял решение отправить самолеты на запасной аэродром, доложил об этом экипажем. Одновременно с этим он разрешил полковнику Гладкову выполнить два прохода на высоте круга 400 метров, и это была ошибка. Примерно в 4.00 руководитель полетов дал команду экипажу Флегонтова о наборе эшелона 7000 метров. Экипаж Гладкова в это время находился в районе третьего разворота. Командир полка Гладков запросил разрешение сделать еще один проход над аэродромом с целью доразведки погоды и получил разрешение. И тут Гладков принимает самостоятельное решение на посадку. Выполнив четвертый разворот, он вышел на посадочный курс и начал снижение поглиссать, пытаясь рассмотреть в тумане посадочные огни. Вне видимости земли произошло преждевременное снижение на посадочном курсе. Когда винты начали рубить ели, командир предпринял попытку набора высоты, но было уже слишком поздно. Самолет зацепился за деревья, упал в тысячи метрах от ВПП, разрушился и сгорел. Экипаж 11 человек погиб. Причина катастрофы. Командир полка Гладков переоценил свои возможности. Условий для посадки не было. Командир стремился посадить самолет на родном аэродроме любой ценой, но цена оказалась слишком высокой. Все дело в том, что в тот день у его дочери был день рождения, и полковник Гладков хотел там присутствовать. В результате его действий погиб весь экипаж 11 человек. На месте падения самолета установлен памятный знак в памяти погибших. Знак находится на поляне, в километре от аэродрома, которая так и называется – Поляна Гладкова. Миленный впоследствии был признан виновным в летном происшествии и переведен на нижестоящую должность командиром эскадрильи. Год подходил к концу, и казалось, что полоса неудач и происшествий в этом полку заканчивается. Но в экипаже подполковника Миленного происходит предпосылка к летному происшествию, которое едва не заканчивается гибелью одного членов экипажа. 12 ноября 1971 года пара экипажа возвращалась в задание. Ведущим группы на самолете под бортовым номером 28 был экипаж подполковника Миленного. На высоте более 8 тысяч метров произошла внезапная разгерметизация передней кабины. Раздался сильный хлопок, кабина наполнилась дымкой и пылью. В нее резко ворвался шум от двигателей, появилась сигнализация разгерметизации. Организм каждого из членов экипажа тоже среагировал. Дышать сразу стало тяжелее. Командир дал команду подтянуть кислородные маски, перевел самолет на снижение. Летчики на секунду оглянулись назад в проход и обомлели. Вместо радиста, обязанности которого в этом полете исполнял заместитель начальника связи полка капитан Арсеньев, было полупустым. В его кресле были только ноги в летных демисезонных сапогах, запутавшиеся в привязных ремнях. Само тело было где-то там наверху. Как потом оказалось, верхний блистер, большой колпак из плекса прямо над головой радиста внезапно вырвало. И последнего, из-за резкого сброса перепада давления из кабины в атмосферу просто высосало. Спасли его именно сапоги с их жесткой колодкой, которые зацепились за привязные ремни от кресла. Всю одежду, верхнюю и нижнюю, выше пояса, с радиста сорвало полностью. Само тело было распластанно по фюзеляжу самолета. Экипаж приступил к экстренному снижению. Три члена экипажа во главе с командиром втянули радиста обратно в самолет. Радист потерял сознание и был полностью обморожен до такой степени, что кожа под руками хрустела. Положили его в проходе и укрыли куртками. После посадки уже ждала машина скорой помощи с медиками. Арсеньева срочно увезли в Североморский авиационный госпиталь, который, к счастью, находился совсем рядом. А через пару суток самолетом его перевезли в военно-морской госпиталь Ленинграда. После чудесного спасения он долго лечился в Ленинграде, сумел восстановить здоровье и вновь вернулся к летному делу. В запас он уволился майором, начальником связи полка. Сразу после происшествия в Государственном НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники была проведена экспертиза кусков от блистера, которые остались на основании. Через пару месяцев из НИИ был получен ответ, устанавливающий причину разрушения блистера. При его установке на самолет специалистами завода-изготовителя был использован клей не той марки. Блистер потом поставили новый и самолет 28, выпущенный в 1968 году, благополучно долетал до расформирования 392 полка в 1993 году в городе Остров. 4 августа 1976 года тактическая группа в составе экипажей Красносельских и Манино после двухнедельного пребывания и работы на Кубе выполняла перелет по маршруту Гавана-Оленье. Через 6 часов 20 минут после взлета на траверзе острова Ньюфаундленд при изменении эшелона полета с 8700 до 9000 метров произошло сваливание самолета ведущего в плоский штопор. В сложившейся аварийной обстановке экипаж предпринимал попытки вывода самолета в режим горизонтального полета. Но он оставался неуправляемым, а перегрузки не позволили экипажу воспользоваться средствами спасения. Самолет упал в океан. Ведомый перешел на снижение следом за ведущим, терпящим бедствия. Когда стало ясно, что произошла трагедия, ведомый снизился на малые высоты и приступил к поиску. Поиск затрудняло облачность с нижним краем около 150 метров. Значительно уменьшилась дальность обзора. Кроме какой-то яхты ничего не нашли. Доложив на КП, ведущий получил команду по остатку топлива возвращаться на Кубу. Наиболее вероятная причина катастрофы экипажа майора Красносельских – сваливание с последующим падением по траектории плоского штопора из-за непреднамеренного попадания в вихревой след, пролетевших перед этим самолетов, следовавших по международным трассам на высоте 9000-10000 метров. Этот вывод был сделан комиссией по расследованию причин катастрофы после дешифрирования данных МСРП-12, поднятого с самолета. Полученная информация подтверждала появление внешних возмущающих сил и стремление экипажа парировать их. При достижении вертикальной перегрузки 1.7-1.8 произошло сваливание самолета. В составе экипажа погибли 12 человек. Попав в сложную воздушную обстановку, экипаж проявил хладнокровие, мужество и самоотверженность. Предпринял все возможное, для ликвидации аварийной ситуации выполнил воинский долг до конца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1977 года, за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, все члены экипажа награждены Орденом за службу Родине в Вооруженных Силах СССР третьей степени посмертно. Август 1976 года остался в памяти федотовцев тяжелым месяцем. Через два дня после катастрофы экипажа Красносельских, 6 августа, на аэродроме Североморск-1 произошла катастрофа на самолете Ту-142 соседнего противолодочного полка. Кандидат на должность командира корабля лейтенант Хазагиров с инструктором Морозовым днем в простых метеоусловиях выполняли контрольный полет по большой коробочке. После посадки на повышенной скорости и пробега по полосе 740 метров, самолет развернуло вправо и он сошел с ВПП. Пробежав по грунту около 350 метров, самолет упал в глубокий котлован с водой, разрушился и частично затонул. Причины катастрофы. После посадки винты двигателей правой плоскости не встали на реверс и торможение было неэффективным. Погибли шесть членов экипажа, не смогли выбраться из кабины и утонули в котловане. Церемония похорон для обоих экипажей состоялась в один день и это был один из самых черных дней гарнизона Федотова. 25 января 1984 года происходит еще одна четвертая и последняя в истории полка катастрофа самолета Ту-95РЦ. При выполнении ночного взлета с полным полетным весом на аэродроме Оленья разбился самолет экипажа заместителя командира 1-й авиационной эскадрильи майора Вымятина. Экипаж в паре с экипажем Горшкова готовился перелетать на Кубу из Кубы в Анголу. Ситуация развивалась на глазах группы руководства и второго экипажа, уже вырулившего на полосу для последующего взлета. Но, к сожалению, помочь они ничем уже не могли, слишком быстротечно все произошло. Средствами объективного контроля было установлено, что через 1 минуту 55 секунд после начала взлета, в процессе набора высоты на скорости 346 км в час и высоте 350 метров, в результате преждевременной уборки шасси и закрылков на малой скорости, произошел выход самолета на закритические углы атаки с последующим сваливанием. Падение самолета произошло с переменным креном до 60 градусов и вертикальной скоростью 25 метров в секунду. Самолет упал вертикально на хвост. Вследствие малой высоты и быстрого развития аварийной ситуации, экипаж средствами спасения воспользоваться не смог. Причина – ошибка командира экипажа. В этой катастрофе погибли 10 членов экипажа. 15 апреля 1985 года на аэродроме Кипелово произошло еще одно летное происшествие. При возвращении с боевой службы экипажа командира отряда майора Боброва на самолете произошло самопроизвольное выключение одного за другим двух двигателей – третьего и четвертого. Двигатели выключились на высоте 400 метров. На удалении 13 км от ВПП остановился третий двигатель. Через 11 секунд четвертый. Сразу потеряли около 100 метров и оказались на километр правее посадочного курса. Исправить уклонение не успевали. Пришлось выполнить дополнительно круг при двух работающих двигателях. Следует отметить, что экипаж действовал четко и хладнокровно, без паники. Посадка была выполнена на повышенной скорости и с большим перелетом, так как при отказе двух двигателей при посадке инструкция требует держать повышенную скорость. Самолет выкатился за пределы ВПП, врезался в снежный бруствер и получил существенное повреждение. Экипаж, к счастью, не пострадал. Как видите, большинство описанных мной в этом ролике летных происшествий связано именно с отказами двигателя. В то время случалось большое количество аварий и катастроф именно по этой причине – отказ силовых установок. Из всех летных происшествий на Ту-95 и Ту-142 70% приходилось на отказы двигателей. О чем свидетельствуют катастрофа экипажа Растяпина, авария экипажа Хадарцева, катастрофа экипажа Хазагирова, катастрофа экипажа Вишнарович в Хороле, катастрофа экипажа полковника Зубкова, причиной которой явилось разрушение элементов третьего двигателя. Катастрофа 13 февраля 1985 года экипажа майора Кривенко, 169-го смешанного авиационного полка ВВС Тихоокеанского флота, причина – отказ четвертого двигателя. В авиации Тихоокеанского флота был случай поочередного отказа четырех двигателей. Высота позволила запустить все четыре, и экипаж совершил посадку. И это еще не все случаи. Позже будет установлена одна из причин выхода двигателей из строя. Все списали на вредительство. Все дело в том, что завод-изготовитель поставлял некондиционное моторное масло в авиационные части. В ходе расследования вскрылись нарушения технологического процесса производства моторного масла на заводе-изготовителе. Где оказались все причастные к браку масла, догадаться несложно. Но, вероятно, причина была на поверхности – неверный расчет к требованиям масла со стороны КБ. Особые проблемы возникали при эксплуатации самолета в зимнее время. В маслосистему двигателей НК-12 заливалась смесь из минеральных масел МС-20 и МК-8, которая при температуре ниже 0 градусов загустевала так, что невозможно было провернуть винты. Поэтому перед каждым вылетом все двигатели прогревались наземными моторными подогревателями – тепловыми пушками. При их отсутствии, например, на оперативном аэродроме, моторы укрывались теплоизолирующими чехлами и запускались каждые несколько часов для прогрева, что отрицательно влияло на ресурс двигателей. Во время боевых дежурств на аэродроме дежурными экипажами также производилась частая гонка двигателей. И только в конце 80-х годов, через 30 с лишним лет с начала эксплуатации двигателей НК-12, промышленность стала выпускать специальное моторное масло низкой вязкости МН-7,5У, допускающее запуск двигателей НК-12 при морозах до минус 25 градусов. Но проблемы не прекратились и в наши дни. 8 июня 2015 года Ту-95МС авиабаза «Украинка» при взлете произошел взрыв двигателя. Самолет выкатился за пределы ВПП, загорелся и разрушился. Погиб второй штурман, а 4 августа 2015 года после получения тяжелых ожогов скончался в больнице и командир корабля. 17 июля 2015 года Ту-95МС вылетел с аэродрома «Украинка» для выполнения учебно-тренировочного полета. Во время полета около 17 часов по местному времени произошел отказ трех силовых установок самолета, в результате чего экипаж в составе 7 человек покинул самолет на высоте менее 1900 метров. Самолет упал в 80 километров от Хабаровска. В результате инцидента погибли два члена экипажа – командир экипажа и бортинженер. Итак, друзья, подводим черту. В 1989 году 392-му отдельному дальнему разведывательному авиационному полку было предписано осуществить перебазирование на аэродром «Остров Псковской области». 1 декабря 1993 года полк был расформирован и прекратил свое существование как боевая единица. Самолеты Ту-95РЦ были сняты с вооружения и впоследствии утилизированы. Так закончилась почти 30-летняя история 392-го разведывательного полка. Светлая память авиаторам, и пока мы о них помним, они живы. Друзья, будьте сдержаны в комментариях, проявляйте взаимное уважение, берегите себя на земле, на воде и в небе, и будьте здоровы. Всем добра, до новых встреч на моем канале и с наступающим вас Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok